Всем привет! Меня зовут Оля и я рада видеть вас на своем канале. Сегодня мы с вами продолжаем разговор про все мои кисточки. Я напомню, что в рамках прошлого видео, в рамках первой части мы с вами разговаривали. Я вам показывала кисточки, которые я когда-либо заказывала на Алиэкспресс. И также оставляла ссылочки на те или иные товары. В рамках этого видео мы с вами продолжаем разговор про кисточки. И в этот раз нас с вами ожидает видео скорее всего подольше. Потому что количество кисточек в этом видео будет побольше. Итак, мы с вами начнем с белорусских кисточек, с белорусских производителей. Таких как Рилуи, Витекс и Люкс Визаж. Конечно же у меня не все кисточки от каждого производителя. Я выбирала те, которые меня интересовали. Здесь есть чуть более удачные кисточки, есть чуть менее удачные кисточки. Затем мы с вами перейдем к российским и белорусским визажистам. То есть кисточки, которые произведены от имени того или иного визажиста. А затем мы с вами поговорим про оставшиеся кисточки. Скорее всего это уже будет Зоевский, Цоевский, кто их как называет. Плюс дополнительные кисточки, которые мы с вами находили в различных бьюти боксах, адвент календарях и так далее. Ну что, давайте понемногу начинать и начинаем мы наш с вами разговор с белорусских производителей. Рилуи, Витекс и Люкс Визаж. Начнем пожалуй с производителя, от которого у меня меньше всего кисти. Это Люкс Визаж. И здесь также есть кисточки, которые мне не очень сильно импонируют. И в то же время есть одна кисть, которую я безумно сильно люблю. Которую мне кажется уже года 4 и с ней ничего не произошло. Она не развалилась, она в прекрасном состоянии и ворс просто замечательный. Очень сильно мне повезло вот конкретно с этой кисточкой. Итак, давайте пожалуй начнем с глобальных, скажем так, характеристик. В общем и целом я не могу сказать, что кисточки у Люкс Визаж плохого качества. С точки зрения ручки, с точки зрения крепления. Они быстро не разваливаются, в отличие от кисточек от Витекс. Витекс на мой взгляд самые неудачные кисти в плане крепления, в плане ручек. Но, к сожалению, все надписи с этих кисточек убегают очень быстро. Где-то приблизительно за месяца 3-4. Иногда держатся полгода. Есть чуть более удачные варианты, как например вот эта вот малышка. Это натуральная козочка. Она супер мягкая и очень сильно по качеству напоминает Зоевские кисти. И по мягкости тоже она их сильно напоминает. Она не колется, она замечательно великолепная. Сразу же предупреждаю, и это будет касаться всех кисточек от белорусских производителей. Качество рандомное. Вам может повезти с кисточкой, а может очень сильно не повезти. Она развалится через месяц. Поэтому, к сожалению, давать вот прям супер какие-то конкретные характеристики я не могу. Кстати, я не уверена, может это все-таки и не Люкс Визаж, а Рилуи. Хотя почему-то в моей голове это именно Люкс Визаж. Но по ручкам похоже чем-то на Рилуи. Но все-таки я думаю, что это была Люкс Визаж. Далее у нас с вами будет наименее удачная кисть, которой я так и не приноровилась. Она очень плотная. Я не могу ею ничего особо делать. Теоретически можно подтушевывать какие-то, не знаю, карандашики. Но она неудобная. Она слишком плотно набитая. И просто очень больно что-либо выводить этой кисточкой. Скорее всего, я ее сразу же выкину. Потому что я ни в одном макияже ее не пользуюсь. И в принципе советовать ее вам не буду. Номера, к сожалению, я не знаю. Потому что, как я сказала, все уже давно стерлось. Кисточка для нанесения коррекции, сухой коррекции, уточню. Теоретически это синтетический ворс. Но я не стала бы наносить этой малышкой какие-то кремовые тени. Потому что она очень странная. Немножко не сказать, что она супер плотно набитая. И в то же время не сказать, что она супер мягкая. И она может немножечко полосить. Но в общем и целом можно ею спокойно наносить даже кремовые текстуры. Только хорошо вырабатывайте продукты в саму кисточку. Она не то чтобы очень плохая, но у меня рука к ней не идет. Очень хорошее здесь, кстати, крепление. И ворс особо не сыпет. Да, было парочку волосин, которые убежали. Но в общем и целом вполне себе неплохо. Сравнивая, например, вот эту малышку и парочку других кисточек, которые я вам покажу чуть позже. Ну вот не идет к ней рука. Вот прям совсем. Скорее я возьму кисти от... Вернее с Алиэкспресс для нанесения кремовой коррекции, чем вот эту малышку. Хотя, возможно, стоит ею как-нибудь все-таки попользоваться. Поэтому она в любом случае пока что остается. Кисть для нанесения тона от Luxe Visage. Это заказ на какой-то очень дорогой бренд, который все в свое время рекламировали. Многие заказывали похожие кисточки с Алиэкспресс. Их основной минус это то, что они могут очень сильно тянуть кожу. Из плюсов они классно распределяют тональную основу и тон не полосит. Но все будет зависеть от текстуры тональной основы. В принципе, неплохая кисть. Ее основной минус заключается в том, что она... Вернее, ее очень непросто вымыть, потому что она очень плотно набита, плотно собрана. И чтобы вымыть эту кисть нормально, нужно будет потратить, ну не знаю, на скидку минуты 4. Хорошо намыливая ее и вымывая с помощью каких-то силиконовых приспособлений. И все равно будут некоторые ворсинки, которые прям не супер вау, будут как вымываться. В целом она неплохая. Мне кажется, ей уже года 3 или 4. И она, в принципе, живая. Единственное, что сейчас я не очень люблю наносить ею тон, потому что мне нравится чуть более контролируемое, тонкое покрытие. И не очень удобно ею наслаивать какие-то продукты, потому что она немножко все-таки неприятна к лицу. Она может немножко бить, скажем так, лицо и так себе. Пока она у меня в любом случае будет оставаться. Касаемо Витекс и Люкс Визаж. Давайте вначале поговорим про Витекс, а потом про Рилуи. Извините, я хотела сказать Рилуи, а не Люкс Визаж. Просто у Рилуи наиболее удачные кисти среди белорусских производителей. Касаемо Витекс, основной момент, они все разваливаются. Вот 2 месяца, 3 месяца начинаются проблемы с креплением. У меня было изначально 2 вот такие вот малышки. Это относительно плотно набитая кисть, натуральный ворс. Это пони. Такой же ворс есть и у Рилы. И одна кисть у меня просто уже очень давно развалилась. Наверное, спустя месяца 4 после покупки. И развалилась она, конечно же, в месте крепления. Там очень мало клея. Здесь практически ничего эту кисть не держит. Еще основной такой момент, что все с ручек, конечно же, убегает. Название, номера, вы ничего знать не будете. И плюс дерево само по себе может трескаться. Сейчас попробую вам этот момент показать. Здесь вот идет уже трещина. Несмотря на то, что я очень хорошо ухаживаю за кисточками, ничего не помогает с кисточками от Витекс. У них рандом по качеству. У них бывают чуть более удачные кисти, бывают чуть менее удачные кисти. Что я подразумеваю под менее удачными, кроме того, что они могут развалиться через 2 недели. Они могут быть очень жесткими и очень сильно колоться. Мне нравится вот этот бочонок малышка. Но здесь ворс немножко не вау как собран. И есть несколько ворсинок, которые очень сильно колят глазик. И с этим могут быть проблемки. И если у вас очень чувствительная века, я бы не постереглась. Можно взять, конечно, учитывая стоимость, несколько кисточек. И тогда выбрать наиболее удачную, скажем так. Но вы должны этот момент учитывать. У них есть и козочки, у них есть и пони, как я уже показала. И есть синтетические кисточки. Касаемо синтетики для глаз. Вот это, правда, для губ. Давайте ее пока что в сторону уберем. Она неплохая. Мне больше всего нравится вот эта вот пушистая малышка. Очень удобно ею наносить кремовые тени. И, в принципе, она хорошо распределяет и хорошо тушует. Единственное, что здесь уже опять не держится крепление. И, скорее всего, скоро нужно будет подклеивать эту кисть. Хотя она не то, чтобы супер древняя. Мне кажется, ей месяца 4 или 5. Но она уже начинает разваливаться. В принципе, как обычно. Ворс особо сильно не выпадает. Касаемо чуть более плотной, плоской, вернее, кисточки. В принципе, можно ею неплохо почищать какие-то моменты. Она тоже неплохая по качеству. Достаточно мягкая. Она не плотно набитая. Поэтому, если вам нужна супер плотно набитая синтетическая кисть, то определенно не сюда. И дерево здесь тоже начало трескаться. В принципе, мне кажется, это видно. Касаемо кисточки для губ. Она неплохая. Кроме того, что у нас опять проблемы с креплением. Она плоская, хорошенькая. Хорошо распределяет. Можно отлично ей подчищать какие-то моменты. Вполне себе неплохая кисть. Если будем говорить про кисточку для бровей. Удачная щеточка для расчесывания. Отвратительная щеточка для нанесения каких-нибудь продуктов. Потому что она супер толстая. Она не держит форму. Она не упругая. И волоски просто разбегаются во все стороны. Сейчас попробую этот момент как-нибудь показать. То есть, ну, нет. Это не дело. Так не работает. Совсем нет. Прорисовать какие-то тонкие волоски у вас не получится. Это скорее кисть для того, чтобы что-то дополнительно почистить. Но никак не нарисовать в брови. Поэтому щеточка, да. Вторая часть это стопроцентная нет. И почему-то вторая часть приклеена хуже, чем щеточка сама по себе. Касаемо кисточек для лица. У меня только две штучки. У меня был раньше баффер для нанесения тональной основы. Но я его не люблю. Я его выкинул. Во-первых, потому что он развалился. А во-вторых, я его не перепокупала. Потому что мне не нравится нанесение. Да, он может тоненько наносить. Но мне неприятно эта кисточка к лицу. Потому что она очень жесткая. И ощущение, что вы бьете себя по лицу. Поэтому такое себе. Не совсем приятное. Скажем так. Поэтому, на мой взгляд, такое себе. Но вот эта малышка для нанесения кремовых текстур очень даже хороша. Если вы любите графичное нанесение кремовой коррекции, вам понравится. Она немножко жестковата. И она тоже может немножко бить лицо. То есть, возможно, не совсем приятные моментики. Но она хорошо распределяет. Хорошо тушует. И это именно вариант точечного нанесения. Сама по себе кисть неплохая. На удивление, не развалилась. Держится хорошо. Из нюансов, конечно, как обычно, головка перевешивает основание. Но это нормально для бюджетных кисточек. И последняя кисть, которая у меня есть для нанесения пудры. Но теоретически, вы можете с такими кистями спокойно наносить и бронзер, и румяна. В зависимости от того, как конкретно вы хотите нанести продукт. Это не то, чтобы... Я бы сказала, это полунатуральный ворс. Здесь 100% смесь козы и еще чего-то. Из минусов она колется, к сожалению. Мне вот так не повезло. Возможно, вам повезло. И у вас эта малышка не колется. Но... Рандом. Рандом. Извините, но как есть. В принципе, неплохая кисть. Она очень мягкая. В некотором смысле, если у вас нет волосков, которые начинают колоться. Она хорошо распределяет. И так как это все-таки больше полу какой-то натуральный ворс. Хорошо набирает продукт. Хорошо отдает продукт. Нужно выбирать конкретную кисть, которая вас интересует у Vitex. У них есть огромнейшее количество синтетических кистей. И они плохого качества. Вот прям совсем плохого. Но вот эта линейка вполне себе хороша. Ну и переходим к звездам. Это Reluie. У Reluie наибольшее количество удачных кисточек. Как для лица, так и для глаз. У меня есть три малышки для глаз. Номер 8, 5. И неизвестно какой. Потому что стерся. Опять такая же ситуация с гравировкой. С принтом. Все сладит очень быстро. Но крепление держится на удивление неплохо. У меня ни одна кисть от Reluie не развалилась пока что. У них есть как натуральный ворс, так и синтетический. У них есть как козочка, так и пони. Мне нравятся все три кисточки. А, подождите. Единственное, что я забыла, что у меня номер 5 разваливается. Тоже проблема с креплением. Но мне кажется, надо будет просто взять клей и заклеить эту малышку. На самом деле она давно, по-моему, развалилась. Я ее просто постаралась поднасадить. И, в принципе, нормально можно наносить продукты. Обожаю номер 5. Потому что это классная кисточка для нанесения теней на подвижное веко. Она неплохо набирает продукты. Потому что это все-таки натуральный ворос. И неплохо их распределяет. Если вам нужно будет что-то подтушевать, какую-то границу. Мы с вами берем какую-нибудь корзочку. Либо же белочку. И дополнительно дотушуем. Очень-очень хороша по себе кисточка. Она мягкая, плотно набитая. Вообще нет никаких претензий, кроме ручки, конечно же. Далее есть малышка под номером 8. Это тоже у нас с вами пони. Хорошая кисть. Хорошо набирает. Чаще всего я ее использую для того, чтобы простраивать внешний уголок. Когда мне нужно поднабить оттенок. Она хорошо и отдает, и хорошо набирает. Плюс достаточно удобная форма. Если вы хотите вытянуть какую-то тонкую линию, скажем так, во внешнем уголочке. То есть, если вы хотите сделать не исключительно такой вот затемненный уголочек. А хотите сделать так, чтобы этот затемненный уголочек уходил в какую-то полустрелочку. В принципе, интересная форма. Классная кисть. Ну и косточка малышка тоже хороша для нанесения и проработки внешнего уголочка. Либо же каких-то маленьких деталей. Предупреждаю, что она может колоться. В зависимости от того, как вам повезет. В целом, вполне себе хорошая малышка. Хорошо и набирает, и хорошо отдает продукты. Ну и переходим к кисточкам для лица. Начнем, пожалуйста, с моей самой любимой кисточки. Под номером 03. Это кисть для нанесения тональной основы. Она идеально распределяет тон. Тон не полосит. Хорошо можно этой малышкой наслаивать. Она удобна для лица. Она удобно лежит в руке. И при этом она не вбьет вам лицо. Что самое важное, на мой взгляд. Можно также этой малышкой, в принципе, наносить кремовые текстуры. Тоже будет хорошо распределять. И полосить вам не будет. Настоятельно рекомендую и советую именно вот эту малышку для лица. Касаемо оставшейся малышек, который у меня есть. Давайте начнем с номера 01. На мой взгляд, она не совсем удобна. Это кисть для нанесения скорее пудры, либо же для нанесения бронзера. Но она слишком крупная, на мой вкус. Если вам нужно вуально нанести пудру, да, это хорошая кисть. Если вам нужно точечно что-то поднаслоить, нанести чуть поярче, поинтенсивнее, скорее всего, она не подойдет. В принципе, тоже неплохая кисть. Хорошая сборка, и она не линяет. А вот если мы с вами будем говорить про козочек для лица, то тут есть свои нюансы. Во-первых, они не могут линять. У меня чаще всего линяет именно маленькая версия кисточки. Во-вторых, они колятся. Больше всего колится именно маленькая версия кисти. Хорошо распределяют, хорошо наносят, но есть некоторые неприятные моменты. И тут опять такой момент. Как вам повезет. У некоторых вот эта крупная кисть коза очень быстро разваливается. Насколько я знаю, у меня она держится уже 3 года. И все с ней, в принципе, хорошо. И я поняла, что я вам забыла показать еще одну малышку от Рилы. Я ее как-то пропустила, когда раскладывала все кисточки. И давайте я вам про нее еще немножко расскажу. Эта кисть предназначена больше для нанесения коррекции. Можно спокойно наносить и скульптор, и бронзер, и, в принципе, и румяна. Можно ею наносить. В зависимости от того, какой эффект, опять-таки, вы хотите получить. У меня нету к ней особых претензий, но рука к ней не идет. Потому что по форме она для меня немножко маловатенькая. Она хороша на мой вкус для нанесения больше скульптора, нежели бронзера. По ворсу это то же самое, что кисть для нанесения тональной основы. Она такая же мягенькая. Она не колется вот прям от слова совсем. Теоретически можно попробовать даже наносить ею кремовую коррекцию. И, на мой взгляд, это тоже будет неплохой вариант. Самое главное, хорошо распределите продукт в кисточку. А сейчас давайте с вами переходить к визажистам и кисточкам от визажистов. И, на самом деле, не только. В рамках этой части мы с вами поговорим про Валериде, Шик, Анатомия. Анатомия это кисти Ольги Томиной. И немножко затронем Мэнли Пуро. Потому что у меня тоже есть несколько кисточек от этого бренда. Начнем мы с вами с белорусского производителя. Здесь также будет один кисточка от украинского производителя. Это Провиджи. Потому что я эти кисти покупала во время обучения. Я на одном из базовых курсов это была Анатомия. Как раз таки я училась в Анатомии у девочек, которые работали и работают с Ольгой Томиной. Итак, кисти Ольги Томиной. Во-первых, они, скорее всего, насколько я знаю, производятся на том же заводе, что и в Валериде. То есть многие кисти от визажистов, они будут похожи по форме и по качеству. На самом деле, вопрос в том, какая форма конкретно кисточек вам нужна. У меня нет никаких претензий ни по ручкам, ни по самим кисточкам, ни по ворсу. Потому что здесь все собрано просто идеально. Это же касается и Валериде. У меня есть претензии, например, к мандришке. Потому что тут есть и, вернее, бывает хороший такой рандомчик. Давайте я расскажу немножечко про кисточки, которые я покупала. Я их докупала, потому что у меня не было кистей вот этих форм. В первую очередь, в основном, у меня здесь синтетические кисточки. Но есть несколько натурального ворса. И есть также кисточки Mix. У Анатомии подписан ворс. Mix это, соответственно, сборка разного ворса. Есть отдельно у них белочка. Это, по-моему, S. Вот, кстати, белочка Squirrel. Есть у них также, по-моему, Таклон. И также у них есть еще какой-то ворс, если я не ошибаюсь. В общем, давайте немножко расскажу про каждую из кисточек. Для лица мне не хватало только кисточки для нанесения тона. Но скажу честно, я не всегда наношу тон именно этой малышкой. Потому что в зависимости от тональной основы она может полосить. И нужно будет еще подтушевывать тогда тон. Потому что она наносит очень тоненько. И лучше всего эта кисть наносит какие-то плотные тональные основы. Кисточки, ой, кисточки. Тональные основы водички. Она может, ну, так себе нанести. Либо же нужно совсем-совсем чуть-чуть набирать продукты. Вообще любой кисточкой по-хорошему можно нанести любой тон. В зависимости от того, как вы и сколько наберете. Это Mix. Это хорошая кисточка. Хорошо набитая. Она не разваливается. Все с ней хорошо. Да, в принципе, с этими кистами все просто замечательно. Касаемо синтетики. Давайте сразу же вам покажу синтетику. По-моему, это тоже синтетика. Ладно, про ProVidji поговорим чуть-чуть попозже. Это малышка для нанесения кремовых текстур, кремовых теней. Она хорошо распределяет, не полосит. Идеально тушует те или иные продукты. И чаще я ею наношу исключительно кремовые тени. Она просто в этом плане великолепна. Великолепна. Это, по-моему, сборка. Это не чистый. Не чистый, вернее, синтетика. То же самое касается вот этой вот малышки. Не знаю, давать вам номера, не давать. Кисти эти продаются. Вы можете написать девочкам в аккаунт Анатомия, если они вам нужны. И они вам вышлют. Сейчас, конечно, проблемы с Украиной. Конечно же, из Беларуси нельзя отправить в Украину ничего. Но если вы из других стран, теоретически, насколько я знаю, девочки отправляют. Итак, для нанесения кремовых теней номер был Т8. Вот эта малышка предназначена для нанесения консилера. И она прекрасна в этом плане. Она, у нее, вернее, есть еще несколько таких дополнительных тоненьких волосков. И она как будто бы классно еще подшлифовывает ваш консилер. Это микс, конечно же, натуральная плюс синтетика. Микс 1. Далее здесь у меня есть вот эти вот две малышки. Это помощницы, если вам нужны какие-то растушеванные стрелки. Если вам нужно подтушевать мелкие детали. Они просто в этом плане замечательны. Это Т2. Кисточка побольше. И Т7. Они хорошо держат форму. И за счет этого вы получаете нужный вам эффект. Кисточка для бровей под номером B2. Она хороша, если вам нужно прорисовать тонкие волоски. Она просто в этом плане обалденная. Это именно супер тонкий ворс. Супер тонкий волосок получается. В случае нанесения помадок для бровей. Или же, например, какие-то тинты. Вернее, то есть вы хотите прорисовать брови тинтом. И вам нужны очень-очень тонкие линии. Вот это прям идеальная кисть. Для этого я еще ее использую для того, чтобы вытянуть тонкую стрелочку. Тонкий хвостик. Потому что здесь прям супер тонкая сборка. И она вообще-вообще не толстая. Замечательная кисть в этом плане. Но аккуратная. Потому что она может очень быстро потерять форму. В принципе, кисточки для бровей такого рода нужно почаще менять. Касаемо еще одной синтетики. Это уже ProVigy ET 015. На украинском сайте она, по-моему, есть в продаже. Если вы из Украины, заказывайте смело. Там есть еще хорошие кисти. И, в принципе, продукты от ProVigy очень крутые. Это кисточка для стрелочек. Супер тонкая маленькая кисточка для стрелочек. Если вам нужно вывести очень тонкий хвостик. В принципе, она с этим справляется. Но я чаще всего еще в дополнение беру пустую кисть для того, чтобы вывести, ну, прям супер тонкий хвостик. Замечательная кисть. Советую, рекомендую. В Беларуси, скорее всего, есть еще остатки ProVigy. Во-первых, у Анатомии можно спросить. У них также есть остатки продуктов. Декоративной косметики, по-моему, ProVigy. Потому что сейчас с заставками все очень плохо. Из Украины никто не отправляет. Было бы странно, если бы отправляли, скажем так. Если вы из Украины, вам вообще, в принципе, просто. У них также есть, по-моему, европейский сайт. Но я его в последнее время не видела. То есть, я заходила на украинский сайт. Но почему-то версии европейской или же английской сейчас нет. То есть, возможно, с этим есть свои нюансики. Если вы из России, по-моему, есть остатки на Wildberries еще ProVigy. Касаемо натуральных кисточек. В первую очередь, это малышка-белочка. Идеально для нанесения каких-то мелких текстур. Для проработки мелких уголочков. Например, нужно вам что-то нанести во внутренний уголочек. Нужна супер маленькая натуральная кисточка. Вот это она. И такая кисть также есть у Валериде. Смотрите, они даже по форме одинаковые. Поэтому я и говорю, что у многих визажистов плюс-минус одинаковые кисти. У Валериде это номер Белка 6М2220. Они одинаковые. Они вот прям совсем-совсем одинаковые. Супер малышка для проработки очень мелких деталей. Если вы делаете растушеванную стрелку, там классическую растушеванную стрелку, вам эта малышка понадобится. Больше ни у кого такой формы я не видела пока что. Это Q6. Очень крутая кисть. Она прям молодец. Она прям красотка. Прям идеально. Идеально. И еще одна малышка. Мне кажется, это уже сборка. Может смесь натурального плюс синтетики. Я в этом не уверена. Потому что номер здесь F4. Честно сказать, не уверена, что у них означает F. Хорошая тоже кисточка. Схожая есть также у Валериде. Но здесь немножко другая форма. У Валериде будет чуть более вытянутый ворс. Тоже классно распределяет какие-то текстуры. И идеально вот такие малышки для того, чтобы залезть в труднодоступные места. Тоже советую и рекомендую. Касаемо российских производителей. Валериде, Мшик и Менли Прот. Давайте поговорим вначале о Валериде. Потому что мы с вами частично затрагивали Валериде, когда говорили про анатомию. Хорошие кисти. Вообще нет особо никаких претензий. Они хорошо держат форму. Они не сыпят. Я покупала, вернее для себя, докупала исключительно белку. И единственную кисть Казу. Из линейки от Валериде. По ручкам, по местам крепления нет никаких претензий. Это один и тот же завод, как анатомия. Поэтому тут вообще без разговоров. Начнем с... Давайте с малышек, пожалуй. Потому что одну я вам уже показала. Это малышка 2220. Белка. Хороша для проработки мелких деталей. Классно набирает, классно отдает. Супер мягкая, супер гладкая кисть. Здесь особо даже не стоит останавливаться. Еще одна малышка, которой хорошо прорабатывать мелкие детали. Круто также наносить этой малышкой тени на нижнее веко. Хорошо цепляет, хорошо отдает. Очень удобная форма. Если вам нужно проработать какие-то мелкие детали. Вполне себе хороша. Номер этой кисточки 2130. Это тоже белка. Звезда для нанесения каких-либо текстур на подвижное веко. Это опять-таки белка. Под номером 2230. Если вам нужно нанести пигмент. Если вам нужно сразу же закрыть большую поверхность. Эта кисточка просто must have. Она отлично, опять-таки набирает, отлично дает. Потому что это белка. Был бы странно, если бы она плохо отдавала. И она просто супер мягчайшая. Очень-очень крутая кисть. И еще одна моя звезда. Под номером 212D0. Если вы хотите вытянуть тонкий хвостик во внешнем уголочке. Если вы хотите сделать из разряда эффект полурастушеванной стрелки. Эта кисть самая она. И за счет формы. То есть она не классический бочонок. Она чуть более вытянутая. И вот этот хвостик идеально прорисовывает супер тонкую линию во внешнем уголочке. Тоже советую эту кисть. Она очень даже хороша. Касаемо козочки. Честно сказать, она меня расстроила немножко. Номер 813D0. Потому что она, во-первых, может колоться. Во-вторых, она постоянно пушится во все стороны. И не очень хорошо держит форму. В общем и целом это окей. Но за эти деньги можно, в принципе, на Аликке купить схожую кисть. Ну, в общем, в целом хорошо. Касаемо кисточек от Шик. Это любовь и ненависть. Я ненавижу эти белые ручки. Потому что они просто постоянно заляпаны. И если вы носите кисти в тубусе или же в какой-то черной поверхности. У вас кисть просто испорчена. Вы ничего не сможете сделать. Вы не сможете убрать этот черный странный принт, скажем так. Ой, какая-то белая зеленая штука. Которую я не убрала. Как-то пропустила этот момент. Ну, ладно. Потом дочищу домой. Они неплохие по качеству. Они хорошие. Классно держат форму. Хорошее крепление. Нет вопросов, нет претензий. Но ручки это просто беда. У меня кисть под номером 13 нагло используется для рисования стрелок. И она прекрасна в этом плане. Это лепесток. Это синтетическая кисть. И очень быстро рисовать этой кисточкой стрелки. Просто идеально. Хорошая форма, хорошая кисть. Но с ручками ему определенно нужно что-то делать. Малышка чуть более вытянутая под номером 12. Это козочка. Она неплохая. Хорошо распределяет. Хорошо набирает. Единственное, что по-моему она немножечко подлиняла. На мой взгляд. И звезда для нанесения тональных основ. Мы с вами эту кисть сравнивали с кисточкой с Алика. И скажу честно. Купите Алик. Это хорошая кисть. У меня нет никаких претензий, вопросов. Только цена на нее. Во всяком случае я видела на яблоке. В районе 70 или даже 90 рублей белорусских. Делим на 3. Это где-то 30 долларов. А вот эта кисть стоит 4 или 5 евро. Они работают точно так же. То есть на мой взгляд не стоит переплачивать их. Но кисть сама по себе хорошая. Если вам нужно, то возьмите пожалуйста на скидках. На мой взгляд не стоит особо переплачивать. Касательно Manly Pro. Это рандом. То есть вроде бы это хороший завод. Вроде бы у них есть крутые кисточки. У них есть основная линейка. У них часто бывают какие-то лимитки. У меня есть 2 белочки. К счастью я их брала на скидках. И они просто замечательные. Но вот просто рандом. Особенно это касается козочек. У меня есть малышки под номером 47. Шикарный бочонок. Который классно распределяет продукт. Классно набирает. Это коза чистая. То есть тут проблем и претензий нет. У меня не колется. Но я знаю, что у многих девочек эти кисти колят. И плюс они могут рассыхаться в месте крепления. Но тут тоже такой момент. Как вы засмотрите за кисточками. Если вы их купаете полностью в воде. То у меня к вам есть вопросики. А не к производителю. Хорошая кисть для проработки мелких деталей. Звезда. Еще одна для проработки мелких деталей. Под номером 29. Это опять-таки натуральная кисть. Это коза. Классно распределяет. Очень нравится мне прорабатывать ею стрелочки. Или же делать растушеванную стрелку. Она просто звезда. И хороша. Единственное, что у меня был какой-то волосок один. Который был плохо собран. То есть он тупо торчал. Вот это то, про что я говорю. Что у них бывает часто брак. Но в принципе я его по-моему просто обрезала. Ну да. Еще одна малышка. Шикарная для проработки мелких деталей. Под номером 53. Опять-таки это козочка. Мягкая. Натуральная. Замечательно тушует. Хорошо прорабатывать растушеванную стрелку. Вот я люблю мелкие кисточки. Они всегда нужны. Далее у нас с вами будет малышка под номером 133. Это уже классический бочонок. И по-моему, если я не ошибаюсь, это уже сборка. То есть это микс натурального и синтетического ворса. Вполне себе хороша. Она очень мягкая. Единственное, что если сравнивать ее с козочкой, то она работает не как коза скорее, а как белка. То есть она больше гладит, но не взбивает продукты. Коза взбивает, белка гладит. За счет белки мы с вами получаем плавные линии. За счет козы мы убираем все границы. Касаемая белочек, которые я заказывала, это очень недешевая какая-то линейка. Но, к счастью, она была на скидках, по-моему, в 50%. Поэтому я взяла малышку для нанесения хайлайтера. И она просто обалденная. Номер 7. Линейка. Что-то там на тач. Непонятно. Первое слово непонятно. Это супер мягкая натуральная белочка, которая идеально втушевывает все в кожу. Это просто восторг. Вот эти вот две малышки, это нечто. Единственное, конечно, цена. Потому что кисти белки стоят недешево. И еще у меня номер 10 для растушевки. Она супер мягкая, супер гладенькая, идеальная сборка. Вообще нет никаких претензий. И такой момент, что чем дороже у них кисти, тем лучше они по качеству, тем меньше в них брака. Теперь поговорим немножечко про европейские бренды. Я разделила на каких-то конкретных производителей. Однушки, про кисточки однушки. Поговорим чуточку попозже, поближе к концу. Давайте начнем с чего-то прям супер бюджетного. Это кисти от Essence. У меня есть... Ой, даже Essence и Catrice, потому что вот эта малышка, по-моему, от Catrice. У меня есть 5 штук. И, честно сказать, я не в большом восторге. У них, во-первых, опять-таки, рандомное качество. У них неплохие ручки, кисти не разваливаются. Но сами по себе они ни о чем. Это в основном синтетика, притом не самая качественная синтетика. Будет напоминать дешевая Алиэкспресс. Больше всего мне нравится кисть от Catrice. Мне кажется, это была какая-то лимитка. И это дуофибра. Притом хорошая дуофибра. Я ее использую для нанесения кремовой коррекции. Она в этом плане просто великолепна и хороша. Мне кажется, это лимитка 22-го года, если я не ошибаюсь. Она прекрасно держит форму, не лезет и все с ней замечательно. Касаемо кисточек от Essence, обратите внимание на эти две малышки. Это разные коллекции, но это одна и та же кисточка. То есть, меняется цвет, меняется цвет ворса, на этом все заканчивается. Они, в принципе, не сказать, что прям очень ужасные, но тушуют они не очень. Давайте скажем так. И распределяют продукт они прям не супер вау. Чаще всего вот этими малышками я наношу румяна, но рука не идет, скажу честно. Если будем говорить про кисточки для глаз, то у меня их всего лишь две штучки. И тоже я не желаю их повторять и перепокупать. Вот эта вот малышка абсолютно не держит форму. Вы ее согнули, она согнулась, она плохо тушует, она плохо набирает продукт, потому что это чистая синтетика. Вообще бесполезно просто выкинутые деньги. Если будем говорить про кисточку из разряда рисовать стрелочки, она немножко толстоватая, но в общем и целом она гораздо лучше вот этой вот малышки. Скажу честно, я не рекомендую кисти от Essence и Catrice, потому что это, на мой взгляд, выкинутые деньги. Далее давайте поговорим про кисти от Kikinovano. У меня есть две кисти и такая же ситуация. Это, на мой взгляд, выкинутые деньги. Кисть стоит в среднем в районе 5-7 евро, и она этих денег, на мой взгляд, не стоит. У меня номер 203, это теоретически кисть для того, чтобы рисовать стрелку, но а, она не держит форму, б, она постоянно разваливается в разные стороны. То есть рисовать какую-то четкую стрелку этой кистью практически невозможно, и чаще всего она просто лежит без дела. Мне кажется, я ее покупала года 4 назад, когда я ездила в отпуск в Италию, и я что-то такая подумала, о, надо попробовать кисточки от Kikinovano. В общем, это была не очень хорошая покупка. Вот эта малышка под номером 200, она хотя бы более-менее в ходу. Ее можно подтушевать границу, например, карандаша. Если вы делаете Smoky Ice, то в этом плане она, конечно, будет неплохая. Теоретически еще можно ею подтушевать границу растушеванной стрелки. Переходим к малышкам от бренда Nere. Мы с вами находили эти две красотки, по-моему, в бьюти-боксах и адвент-календарях, и чаще всего в глоссе-боксе, мне кажется. Начнем с малышки под номером 223. Написано, что это кисточка для теней, но сухие тени вы ею не нанесете. Можно попробовать, наполовину продукта вы просто банально не наберете, и она вам ничего не отдаст. Это синтетическая кисточка, вернее, это даже дуофибра. Теоретически хорошо наносить кремовые тени, подтушевывать кремовые тени, и также можно наносить консилер или же подтушевывать кремовый хайлайтер. В этом плане она, конечно, великолепна и хороша. Она не сильно плотно набита, то есть тут уже на любителя аккуратно набираете кремовые продукты, и тогда она будет хорошо тушевать. Если наберете слишком много, то она размякнет, будет полностью мокрая, и тогда у вас ничего не получится. Вот это толковая кисть для бровей. Ну, ладно, со второй стороны у нас с вами опять не то, чтобы очень вау, какой продукт для прорисовки бровей, но щеточка сама по себе просто великолепная. Это кисть под номером 211. К сожалению, для прорисовки бровей кисть слишком толстая. То есть у вас не получится прорисовать аккуратные тонкие волоски, но почистить ей выйдет. Чаще всего я вторую часть использую для того, чтобы почистить какие-то излишки продукта. В целом и в общем довольно-таки неплохо. Кисточки от бренда Morph. У меня две штучки. Лучше всего кисть под номером E22. Я ее использую для нанесения кремовых теней. Она достаточно плотно набита. И вот если кисть от Nere у вас намокнет, и ничего не получится нанести, если вы вдруг переборщите с количеством, то Morph будет держать форму и будет наносить, даже если вы перестараетесь с количеством продукта. Хорошо тушует, хорошо распределяет. Чудесная, замечательная кисть. И она прям суперудобная. В то время как кисть под номером M321 вообще бесполезная. Простите за выражение, но она плохая. Она очень плохо держит форму. Она плохо набирает продукт, плохо его отдает, плохо подтушевывает. Вот это выкинутые были деньги, а вот это определенно нет. Стоила, по-моему, кисточка от Morph в районе 6 евро, но это было, мне кажется, года 3 назад. Вот, честно сказать, мне хочется вот эту кисть под номером M321 просто выкинуть. Но она никакущая. Вот прям совсем никакущая. Переходим к Luvie, которую мы с вами также часто находим в Glossy Box, в Goodie Box и так далее. Мы с вами находили набор кисточек в подвен календаре от Glossy Box. И скажу честно, это вполне себе неплохие кисточки. Это все синтетика, либо же имитация натурального ворса, но они неплохие. Во-первых, ручки сами по себе толковые. Несмотря на то, что это белые ручки, они сильно не пачкаются и не мазаются. Форму держат кисти хорошо. Они очень мягкие, потому что это не натуральный ворс. Это, как я уже сказала, смесь. И это именно кисточки из разряда Vegan. Если вы вдруг не знали, то есть некоторые люди, у кого есть эрогические реакции на натуральный ворс, как в принципе и на меха. И в таком случае таких людей лучше всего красить синтетическими кисточками. Мой топ один из этого набора. На самом деле здесь не только на вор, но еще какие-то дополнительные малышки, которые мы находили еще в каких-то бьюти боксах. В общем, это кисть под номером 216. Она написана, что для всего лица я ее использую для нанесения тона. Она обалденно наносит тональную основу. Тон не полосит, классно распределяется. При этом она достаточно плотно набита и не бьет вам лицо. Она классно распределяет. Также я несколько раз этой кистью наносила бронзер. В принципе, тоже хорошо распределяет. Нет никаких вопросов, нет никаких претензий. Очень круто. Если у вас есть эта кисть, попробуйте нанести с помощью нее тон. Вы удивитесь. Топ два. Это кисть под номером 213. Изначально она мне не очень сильно понравилась, потому что она не плотно набита. И я думала, что будет так себе наносить. Но она так круто наносит бронзер или же какую-то коррекцию в виде скульптора. Очень-очень даже хорошая. Из минусов она, к сожалению, лезет. Это единственная, наверное, кисть от Луви, которая у меня продолжает целенаправленно лезть. И это уже будет чистая синтетика, при том хороший такой таклончик. Даже не имитация чего-либо. Самая бесполезная кисть под номером 307. Это опять вот эта вот мелкая, как и от Кик, которую я вам показывала. Только подтушевать карандаш. На этом, собственно говоря, все. В остальных моментах она не лезет. Еще одна относительно бесполезная кисть под номером 310. Потому что это, судя по всему, чистый таклон. Она плохо набирает продукты. Написано, что она для кремовых теней. Но скажу честно, кремовая тень она тоже будет так себе набирать. Только если вам нужно очень плотно нанести, тогда будет окей. Потому что подтушевать эту кисточку ей ничего не выйдет. Поэтому, на мой взгляд, она бесполезная. Ну, вот эти кисточки относительно ровненькие. Касаемо номер 312. Очень похоже на имитацию козочки. Это очень мягкий ворс. Хорошо набирает, хорошо отдает и хорошо тушует. Хорошая кисть. Достойна вашего внимания. И давайте поговорим про оставшуюся вообще-то для лица. Я наношу этой малышкой. К сожалению, номера нет. Но написано просто Face Definer. Пудру на зону вокруг глаз, под глазками. На Т-зону, если нужно подуплотнеть. И она с этим прекрасно справляется. Отлично набирает, отлично отдает. Не колет. Замечательная кисть. Еще у нас с вами остались 329. Это кисть бочонок для подтушевки. Она будет напоминать по эффекту синтетику скорее. Либо же белочку. То есть она не будет взбалтывать. И убрать какую-то резкую границу. Или резкий переход. У вас возможно не выйдет. Если вдруг там вы напятнели. Эта кисть больше гладит. Чем-то она схожа с кисточкой под номером 327. Ну в принципе не зря они похожи. И по форме, и по набивке. Они очень между собой схожи. Кисточка под номером 328. Хороша для нанесения каких-то продуктов на подвижное ветое. Либо же на нижний валик. Если у вас крупный нижний валик, как у меня. Хорошо, ею даже будет подтушевать какую-то легкую границу. Вполне себе неплохая кисть. И 316 я использую исключительно для нанесения текстур на подвижное веко. Потому что у нее своеобразная форма. Она немножко скошена. С одной стороны это неплохо. Если вы хотите что-то вот конкретное вывести. Например, какой-то плотный уголочек. Давайте скажем так. Но я не очень люблю такую форму. Не моя все-таки кисть. Не моя форма. Ну и переходим к самой длинной части этого видео. И она будет посвящена кисточкам. Немецкого бренда. Зоева, Цоева, Цоева. Кто как называет. На самом деле говорить Зоева это неправильно. Потому что в немецком Z читается как Ц. Соответственно Цоева или Цоева уже будет звучать гораздо-гораздо правильнее. Но я тоже привыкла называть эти кисти Зоева. Поэтому извините. Пока что в рамках этого видео буду называть Зоева. Но вообще надо перестраиваться на правильное название. Итак, что у меня есть. Как вы понимаете это не один набор. Я дополнительно изначально до того как я купила набор кисточек. Купила две малышки. Заказывала как-то очень давно с Call Beauty. Мне кажется этим малышкам уже 3,5 или 4 года. И я считаю что кисти от бренда Зоева это просто великолепное сочетание цены и качества. Они не разваливаются. Они достаточно мягкие. Они упругие. Они держат форму. У них огромнейшее количество разных форм. Единственное, что сейчас по-моему выводят кисти с натуральным ворсом. И они их заменяют либо дуофиброй, либо имитацией натурального ворса. Поэтому имейте ввиду. И если вы любите именно натуральный ворс. Ловите старые поставки и ловите старые какие-то продажи. Иногда они появляются в ТК Макс. Именно старые версии наборов. И если вы любите козочек, то попробуйте отловить. Вполне себе по адекватных ценах их продают. Итак, почему я когда-то давно купила вот эти вот две малышки. Номер 317. Очень любила рекламировать, советовать. Наталина. Скажу честно, я не люблю эту кисть для прорисовки стрелок. Я понимаю, почему многие любят эту кисточку под номером 317. Но я ее терпеть не могу. Она мне просто неудобна для прорисовки. То есть, все это слишком индивидуально. У меня по итогу две таких кисточек. Одну, которую я отдельно покупала. И одна кисточка из полноценного набора. Могу дополнительно подвывести стрелочку. Но вот прям рисовать стрелочку мне неудобно. Мне удобнее взять провиджи. Или же кисточку от шик. Вот правда. Они более упругие. Они больше держат и лучше держат форму. Эти кисти, они меняют форму. И очень легко именно косячить. Но это все дело привычки. Еще одна кисть, которую я очень сильно люблю. И которую я сразу же отдельно покупала. Под номером 231. Это шикарная кисточка для введения, для заполнения внешнего уголочка. Она очень мягкая. Это, конечно же, натуральный ворс. Это козочка. И она прекрасно тушует. У меня также есть еще одна такая кисточка. Из основного набора. Тоже под номером 231. Но она, к сожалению, остерлась. Да, есть такой момент, что некоторые номера, если вы часто используете эти кисточки, все-таки начинают стираться. В наборе были тоже есть схожая кисть. Но, к сожалению, там ворс будет гораздо хуже. Также у меня были малышки. Мини-набор мы с вами в каком-то бьюти-боксе находили. Из разряда travel формата. Они неплохие, но скажу честно, мне неудобные ручки. Они очень короткие. И даже если брать куда-то с собой, я беру всегда полноразмерную кисточку, потому что мне так банально удобнее. Чем ближе вы держите к основанию ручки, тем плотнее вы наносите. Я в среднем, если будем говорить про кисти для тушевки, держу их либо в середине, либо вот так максимум. Вот прям совсем максимум. Если будем говорить про маленькую кисточку, то мне ее нужно держать, чтобы сохранить интенсивность нанесения где-то ближе к концу. А мне так не совсем удобно. Просто у меня кисточки начинают из рук вываливаться, поэтому мне и неудобно. В принципе, неплохо. Они полностью совпадают по форме и по названиям с основными кисточками, с основным набором, но просто они маленькие, если вас вдруг это интересует. Все остальное это единый набор, который я покупала когда-то давно на скидках. Я покупала чемоданчик вместе с кисточками. Этот чемоданчик тоже просто великолепного качества. Он не разваливается, отлично держит форму и очень удобно. Если вам нужно собрать мини-кейс, кому-то поехать, кого-то быстро накрасить. Очень хорош сам по себе этот чемоданчик. Есть некоторые кисточки в наборе, которыми я вообще не пользуюсь. Скажу честно, покупать набор кистей не всегда удобно, потому что 100%, где-то процентами 30-40% вы не будете пользоваться. У меня есть крупные кисточки, которые вот все так же лежат в числе, потому что я ими вообще не пользуюсь. Ну то есть ни рука к ним не лежит, это не мой формат, мне просто неудобно. А вот такие кисти как раз таки и стоят дороже всего. Проще покупать либо какие-то мелкие наборы, но обязательно смотрите на форму кисточек и обязательно смотрите на то, чем вы конкретно пользуетесь чаще всего. Если будем говорить про крупные кисти, давайте сразу про них собственно говоря и поговорим, то в моем наборе были Дуофибра в количестве 6 штук. Самая удобная кисть, на мой взгляд, под номером 103 и она хороша для нанесения кремовой коррекции. Если вдруг у вас, не знаю, по какой-то причине не получается нанести нормальный скульптор или же бронзер, это хороший вариант кисточки, потому что она сразу же скошена, она в меру плотно набита, она не бьет вам лицо, вам не неприятно и при этом она супер мягкая. Очень часто я ее раньше пользовалась, у меня была схожая кисточка из набора Бэйли, это у нас с вами китайщина, Алиэкспресс, что-то я зависла немножко под конец видео и она у меня развалилась. Эта малышка держится, но скажу честно, сейчас я поменяла свою любовь и мне нравятся больше кисточки из набора Бэйли как раз таки, просто в них другая формула и мне почему-то стало гораздо удобнее вот такими малышками прорисовывать. Далее, здесь у нас с вами есть малышка под номером 122, она хороша для нанесения каких-либо баз, особенно супер жидких баз, если вам нужно нанести, например, базу с эффектом подсвечивания, она будет хороша, но это единственное ее применение. Еще есть кисточка по крупнению 125, скажу честно, не пользуюсь ей, кисточкой под номером 104 тоже не пользуюсь, теоретически ею отлично можно наносить тональную основу, но на мой вкус она просто крупная и мне неудобно такими кисточками наносить тон. Из поменьше и помельче номера 142 и 110. 110 хороша для того, чтобы убрать границу между консилером и между тональной основой. А вот 142 хорошо для нанесения консилера, потому что она супер мягенькая, отлично распределяет, только будьте аккуратны, возможно, кому-то будет не очень удобно, потому что она достаточно плотно набитая и может немножко так доставлять неудобства, скажем так. Если будем говорить про натуральный ворс и про этот набор, самая толковая и самая удобная на мой взгляд кисть под номером непонятно каким, потому что я его стерла на нет. К сожалению, эта кисточка у меня уже начинает понемногу разваливаться, ворс начинает убегать, я ее просто обожаю. Это моя самая любимая кисть для нанесения бронзера. Она идеально тушует, она классно набирает, у нее идеальная форма, она гораздо крупнее, чем кисти. От Рилуи, который я вам показывала, и за счет этого она наносит легче, вуальнее и смотрится гораздо-гораздо натуральнее. Но, к большому сожалению, уже эта кисть практически убита на нет. В принципе, видно, что ворс ближе к началу, он уже потемнел и вымыть окончательно, вот прям в самом начале не выйдет и плюс она начинает линять очень сильно. А, жаль, любимая кисточка. Далее, нелюбимые бесполезные. Опять-таки, номер 109. Я не понимаю эти кисти, мне неудобно ими просто работать, поэтому я на них особо не останавливаюсь. Я вам показывала схожую кисть Алиэкспресс, но там просто был хуже набор и сама по себе кисть была гораздо хуже. Теоретически, надо бы попробовать ее наносить тональную основу. Я знаю, что некоторые девочки наносят тон натуральными кисточками. Из минусов их, конечно, потом отмыть непросто, но им нравится. Возможно, попробую как-нибудь этой кистью нанести тон. Еще одна малышка под номером 101. Это кисть для пудры. Ой, честно сказать, даже не знаю, как я ее в последний раз использовала. Не пользуюсь я. То есть она вроде хорошая, вроде плотно набитая, но рука просто не лежит. Надо, наверное, поближе положить. Во всяком случае, начну пользоваться. И еще одна малышка, свечка под номером 105. Она неплохая для нанесения каких-либо хайлайтеров. Тоже она супер мягкая, она не колет. Если говорить про ворс козы у зоевских кистей, то он, по-моему, второй по качеству. То есть первым по качеству у нас с вами идет Япония. Потом, я бы сказала, зоевские кисти. То есть они относительно мягкие, они относительно хорошие, редко колют. И третья степень ворса, это уже у нас с вами остатки. И чаще всего это самые колючие кисти, но они самые дешевые. Тоже неплохая кисть. Можно даже теоретически пудру ею спокойно наносить. Касаемо малышек для глаз. Тоже есть более удачные кисточки, есть менее удачные кисточки. Самая бесполезная для меня кисть под номером 233. То есть эта кисть-лопаточка отлично, можно подредактировать что-то. Ну, скажу честно, но не пользуюсь. Я ею от слова совсем. Вторая кисть менее нужная под номером 320, хотела сказать, уже 200. Потому что она достаточно жесткая. Теоретически можно использовать для подтушевки стрелочек, для супер тонких каких-то граней и линий. Но рука не идет к ней. Вот прям совсем не идет, потому что она длинновой вкус слегка жестковата. Еще, если будем говорить про синтетику из этого набора, то малышка под номером 223 хороша, чтобы что-то подчистить. Либо же подтушевать, опять-таки, для смоки айс. Вполне себе хороша. И вот к ней рука идет гораздо больше, потому что она сама по себе мягче. При этом хорошо держит форму, плотно набита, но она просто удобнее к глазам. Малышка под номером 223 тоже не сказать, что очень часто использую, потому что не совсем удобная форма, не совсем удобный размерчик. То есть она для меня достаточно маленькая. И ее нужно использовать исключительно в каких-то мелких деталях, в макияже глаз, но рука тоже к ней абсолютно не идет. Кисть под номером 322. Если у вас есть эта кисточка, и вы никогда не используете, и вы визажист, попробуйте с помощью этой кисточки прорисовывать ресничный край гелевыми текстурами. Вам очень сильно понравится, потому что вы сразу же захватываете большую часть глазика, и вы меньше мучаете человека. Если вы также используете какие-то гелевые текстуры для прорисовки межреснички, тоже попробуйте такого рода кисточку. Получается гораздо быстрее, вы меньше плачете, и вам меньше получаете дискомфорта. После того, как я ее под эти нужды приспособила, я стала пользоваться этими кисточками, потому что в других случаях она слишком твердая. Вообще, это кисть для бровей, но для бровей она слишком толстая, и для стрелок она слишком толстая. Но вот для межреснички самое оно, попробуйте, вдруг у вас она есть и лежит без дела. Кисть под номером 312, это маленькая скошенная кисть, стрелки выведения тонкого хвостика, на этом все. Можно, в принципе, попробовать продрисовать бровки, потому что здесь такой же скос, как у кисточки Анатомия, то есть она супертоненькая, и это даже один и тот же материал, если я не ошибаюсь, мне кажется, это так, он вполне себе взаимозаменяемые кисточки, но просто у Анатомия удобнее то, что она шире, как лопаточка, как мини-лопаточка, скажем так. Ну и остались у нас с вами натуральные кисти, натуральный ворс, если я не ошибаюсь, 231, это тоже у нас с вами поник, как и у Рилуи. Вполне себе неплохая кисть для мелких каких-то деталек, если вам нужно нанести на мелкий участок, тоже весьма подойдет. Люблю бочонки нежной любовью от Зоева номер 231, мне кажется, это та кисть, которую я вам уже показывала. Да, 231, 221 и 228, они просто разного размера. В зависимости от того, какой, насколько крупный у вас глаз, вам нужны разные кисточки разного размера. Бочонки хороши для быстрых макияжей. Это макияж на раз-два, за 5 минут вы можете сделать вполне себе красивый готовый макияж, все растушевать. Если вы хотите повозиться, если вы визажисты и нужно сделать какие-то супер плавные линии, тогда да, тогда можно брать не козочку уже, а белочку, белочка будет мягче. Но белочкой обычно дольше, чуть-чуть дольше возишься. Обе, вернее обе, все три прекрасные, замечательные. Кисточки для нанесения пигмента. Я бы выделила три штуки, но чаще всего под номером 234, кисточку под номером 234, я использую для того, чтобы прорисовать направление. Потому что это супер плоская натуральная кисть, которая идеально прорисовывает направление, вернее, и идеально делает супер гладкую ровную линию. Можно наносить ею пигмент, но я ее использую для других целей. А вот эти две малышки 100% нанесение пигмента. Номер 227 и номер 222. В зависимости от размера вашего глаза. Если вам нужно быстро нанести пигмент на все подвижный век, у вас достаточно большой активный век, то берите 222. Если у вас века чуть-чуть поменьше, то 227. И последняя малышка, это номер 230. Замечательная кисточка для проработки мелких деталей внешнего уголочка. И завершаем мы с вами одиночными экземплярами и японскими кисточками. Про японские кисточки поговорим в самом-самом конце. Начнем, пожалуй, с кисточки от Spectrum под номером A06. Это чудесная кисть, если вам нужно подтушевать консилер или же нанести точечный хайлайтер кремовый. Это просто нечто. Это просто вау. Очень мягкая, очень удобная. Тоже с вами находили ее в ответ-календаре. А, нет, бьюти-бокси. Подождите, мне несколько кисточек от Spectrum. Ладно, простите, извините. Можно было их выделить вместе. И еще одна кисть от Spectrum, которая A40. Честно сказать, я не в очень большом восторге. Она скорее имитация белки, либо же просто синтетика. В принципе, некоторые текстуры она набирает неплохо, но чаще всего она не очень много продукта набирает. И постоянно приходится поднабирать. И плюс она делает так, что некоторые кремовые, ой, не кремовые, а сухие тени, они начинают слегка замыливаться, если будем говорить про блесточки. В общем, в целом, как бы окей. Далее, еще одна кисточка для консилера, конечно же, от бренда, который называется Japonesque. Мне кажется, я ее покупала в Tecomax и за 4 где-то евро, за 4 евро это замечательная кисть. Она классно распределяет, классно наносит продукт, она достаточно мягкая. Единственное, что ее вымывать не очень удобно. Почему-то вот это вот больше, в частности, я не знаю, как это писать. В общем, там, где у нас с вами ворс длиннее, там почему-то хуже вымывается. Не знаю, как так, но как есть. Тоже неплохой вариант. Номер кисти 712. В Tecomax можно найти обалденно крутые кисти. Они не очень дорого. Теперь давайте поговорим про кисть от бренда Daily Lam. Это бренд, который производит декоративную косметику. У них также есть некоторые кисточки. Тоже мне не очень сильно нравится эта кисть. Она неплохая для нанесения пигмента. Но если будем говорить про какие-то блесточки, про какие-то металлизированные оттенки, она их не очень хорошо набирает. Может также делать эффект замыливания. В общем, такой себе моментик. Хотя эта кисть, по-моему, стоит около 13 евро. Но, на мой взгляд, на эти 13 или 15 евро определенно точно не стоит. Далее. О, у меня есть две малышки. Анастасия Берли Хиллз. Но это кисти-вкладыши в палетки. Поэтому особо на них не будем останавливаться. Они неплохие, но они были всегда разного качества. То есть, эта кисть будет повыше качества. Вот эта малышка чуть более какая-то волосатая. Чуть больше в ней торчит волосков. В общем, неравномерное распределение. Неравномерное качество. Так, что еще вам рассказать и показать? Хочу закончить с маленькими и потом перейти к большим. Кисточка от бренда Limony в, хотел сказать, в оттенке под номером 42. Изначально она мне нравилась. Я ею рисовала стрелочки. Но скажу честно, сейчас она для меня померкла. Потому что она очень толстая. И не получается прорисовать очень какие-то тонкие грани. Я люблю тонкие линии. И я люблю, когда получается супер тонкий, аккуратный хвостик. У стрелочки, если бы они такого, к сожалению, не выходят. Сама по себе кисть неплохая. Она хорошо держит форму. И за столько лет использования она не стерлась. Мне кажется, это кисточки около 5 или даже если не 6 лет. Вполне себе неплохо. Есть малышка для бровей, которую мы с вами где-то находили. Тоже классический ёрщик. Даже если честно, без понятия, что это за бренд. Поэтому сразу же идем дальше. Малышка от My Little Box. Отвратительная кисть. Посмотрите, почему я говорю, что она отвратительная. Все кисти перед этими двумя видео были вычищены, вымыты. И у них была произведена спа-процедура в виде кондиционера. Здесь кисть вообще не вымывается. Она плохо набирает, плохо тушует. Некачественный продукт. Само крепление ничего такое. Но ворс ни о чем. Вот просто ни о чем. Надо попробовать второй стороной попользоваться. Но это выглядит, мягко говоря, убитой. Хотя кисть молодая. Есть несколько кисточек для стрелок. Скажу честно, одна из них бесполезная. Это Альверда. Тоже привет, бьюти-боксы. Она слишком толстая для стрелок. И если вам нужна крупная стрелка, окей. Но я, как я уже говорила, не любитель крупных стрелок. Я люблю аккуратные, изящненькие стрелочки. И поэтому она мне не подходит. И, ну, такой себе. Скажу честно, не пользуюсь я ей. А вот малышка, которую я заказывала, мне кажется, на Бьюти Бэй под номером 706. Биделиум Тулс. Как-то так. Если вы любите тонкие стрелки, если вам нужно рисовать графику, обратите внимание на эту кисточку. Она, по-моему, около 5 или 6 евро стоила. Она прекрасна. Она вот прям супер тоненькая, как в художественном магазине. Но если вам вообще, в принципе, лень что-либо заказывать, заходите в художественный магазин, выбирайте любую тоненькую, такую новую кисточку и не занимайтесь дурью. Будет точно такой же эффект. Бесполезная кисть от бренда NYX под номером 14. Я ее покупала с расчетом на то, что буду наносить кремовые текстуры, кремовые тени. Она ужасно полосит, когда наносит крем. И только в случае, если вам нужно что-то подредактировать, то есть взять консилер, подкрасить губы, вышить куда-то не туда, куда вам хотелось бы, тогда она годится. Но для нанесения кремовых теней не зашла она мне. Вот прям совсем-совсем не зашла. Поэтому рекомендовать набору. И малышка с Wildberries от бренда Рублев. Да, кстати, Рублю Бьюти. Для нанесения туши, скажу честно, не люблю наносить этими кисточками тушь. Потому что не всегда получается красивый эффект. На нижние ресницы хорошо, нормально. На верхние ресницы я не люблю. Предпочитаю кисточки из туши, потому что тушь это залог хорошего эффекта от туши. Это в процентах 70 именно кисточка, которая находится в самой туши. Эта малышка хороша, если вам нужно что-то дополнительно подкрасить. В других случаях нет. Касаемо крупных кистей, Бьюти Бэй, баффер, он не так себе. Я просто баффера не люблю. Давайте говорить откровенно. Он лучше, чем баффер от Vitex, того же. Он, во-первых, не разваливается, держит неплохо форму и не сильно неприятен, скажем так. Но он все равно достаточно жесткий на мой вкус. Но если вы любите бафферы, в принципе, почему бы и нет, можно попробовать. Цена вопроса около 5-6 евро. Можно найти такую же кисть на Алиэкспресс, потому что это китайская производство. Далее. Еще какая-то малышка. Мне кажется, я ее покупала в Космо-магазине Валерии. Только для нанесения базы под макияж. Все. Больше ни на что эта кисть не годна. Никакого нанесения тона такими кистями. У вас все будет в полосках. Будете потом еще дополнительно брать либо пустую кисть, либо спонжик и убирать все ваши полоски. Не занимайтесь ерундой. Советуйте, конечно же, я эту кисть вам не буду. И поэтому на ней не останавливаюсь. Опять моя Little Box. Ворс мне не очень нравится. То есть она по креплению у меня нет претензий. По тому, что ворс не вылазит, у меня тоже нет претензий. Но она плохо распределяет продукт, плохо набирает тот или иной крем. Ой, какой кремовый сухой продукт. Например, бронзер. Но с другой стороны, если вам нужно набрать мало, в принципе, может быть и неплохо. Ну, честно сказать, не очень люблю эту кисть. Не зашла она мне особо. А вот малышка от Real Technique. Ей уже, мне кажется, лет 6. Она в живом состоянии. Единственное, что у нее ручка немножко как будто погрыжена. Не знаю, как, что, зачем. Скорее всего, где-то ударялась или что. Поэтому частично мы погрыжены. Мне нравятся эти кисти. Они супер мягкие. Они классно набирают, они классно переносят. Это классная дуофибра. Если вдруг вам попадется Real Technique на скидках, пробуйте брать, у них толковые кисти для лица. И завершаем мы с вами Японии. У меня есть две кисточки от Sonya G. Есть ли разница между японскими кисточками или же кисточками от Саевы? Да, есть. И это качество ворса. К сожалению, японские кисти стоят немало. Исключительно потому, что там супер высококачественные ворсы. Супер высококачественные материалы. И из-за этого эти кисти никогда не будут вам колоть. Но они и стоят будут немало. Если я не ошибаюсь, в среднем кисть от Sonya G для глаз стоит в районе 20-25 долларов. Некоторые в районе 30-ки. Если будем говорить про крупные кисточки, то они могут стоить и 80 долларов, и 100 долларов. В зависимости от напивки и в зависимости от конкретного материала. Это очень крутые кисти. Мы с вами их находили в Beauty Box от Beautylish. И я ими довольна. Они, правда, очень мягкие, очень комфортные. Но, да, я понимаю, что я могу также нанести зуевскими кисточками продукты. И мне будет относительно комфортно. Но тут такой момент. Это рандом, если мы с вами будем говорить не про японские кисточки. И еще Wayne Goat. Это тоже привет от Beautylish и тоже привет от Lucky Box. Мне попался набор из трех кистей. Это белка. Натуральный ворс японских кистей. Я ими просто невообразимо довольна. Этот набор стоит 170 долларов. И он мне попался в Beauty Box. Я была безумно этому рада. Это великолепие. Я не знаю, как это комментировать. Супер мягкий ворс. Отличные ручки. Ничего не ползет, ничего не вылазит. Этим кистям два года. Они все в таком же чудесном состоянии. Лучше всего наносят хайлайтер. Вот у белка и вот эта вот белка от Manly Pro. Они, кстати, будут похожи друг на друга. Не зря эта кисть стоит тоже немало. Они идеально втушевывают хайлайтер вам в кожу. И хайлайтер по итогу не лежит поверх кожи. Он выглядит как часть вашей кожи. Это безумно еще, по всему прочему, приятно. Большой кисточкой классно наносить пудровые текстуры. Они наносятся очень тонко, очень вуально. Если, в принципе, еще и пудра очень тоненькая, то ее вообще не видно на лица. Я чуть не забыла вам рассказать еще про одну маленькую кисточку для нанесения тональной основы от It Cosmetics. Мы с вами находили в адвент календаре. Это единственный бафер, который мне нравится. Который не тянет кожу. Который хорошо наносит без полос. И который не достает дискомфорта. Но он стоит 40 евро. За 40 евро определенно его не стоит покупать. То есть это не тот продукт, за который стоит отдавать такие деньги. Еще мне нравится им наносить что-либо на зону декольте. Чаще всего, когда я готовлюсь к видео или же делаю, снимаю какие-то фотографии с макияжем, я наношу на зону декольте хайлайтера в смеси с тональной основой, чтобы подсветить, чтобы это выглядело очень красиво, естественно и натуральненько. И вот этой кисточкой я как раз таки все это распределяю. Во-первых, получается быстро. Во-вторых, получается крутое нанесение. И очень и очень тоненько. И вот на этой не очень дешевой ноте мы с вами заканчиваем серию видео, посвященное кисточкам. Скорее всего, как-нибудь мы будем с вами повторять, когда у меня будут появляться новые кисточки. Но в любом случае, мне кажется, что у меня и так слишком большой запас прочности и запас кисточек. Напишите, пожалуйста, в комментариях ваши любимые кисточки. И что бы вы могли посоветовать другому человеку. Я надеюсь, видео вам понравилось и вы нашли его полезным. Если да, не забывайте, пожалуйста, ставить пальчик вверх. Вот так вот, пожалуйста. И подписывайтесь на канал. Большое вам спасибо за просмотр. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. И пока-пока.